Микс Ньюс У нас в гостях кандидат в мэр Риги от партии Альтернативы Валерий Петров, также кандидаты в депутаты от партии Альтернативы, лидер общества азербайджанцев Амелий Салимов и бизнесмен-спортсмен Андрей Покумейко. Здравствуйте! Доброе утро! У нас такое большое число гостей. Если у вас кому-либо есть вопросы, пожалуйста, звоните нам. Телефоны прямого эфира остаются теми же самыми. 672-12-93-9, 672-13-93-9 или пишите в ватсапе 2-3-0-61-91. Ну, всегда, наверное, момент выборов, это момент каких-то перемен, надежд, новых ветров. Что, по-вашему, наверное, следовало бы изменить? Может быть, мы все привыкли к чему-то такому устоявшемуся в нашем городе? Что, чего не хватает, что можно было бы лучше? Нам надо вообще начинать менять всю политику. Я не зря сегодня пришел не один, а пригласил с собой коллег. Потому что, если мы посмотрим на все партии, то в основном в партиях одни и те же люди уже с давнейших времен, меняются названия, просто все это ротируется, а у руля сидят одни и те же люди. И специально хотим уже показать, что альтернатива – это на самом деле молодая команда молодых специалистов во всех областях, чтобы донести до людей, что там есть не только люди, которые уже были в политике, как я, но и совершенно люди с молодыми взглядами, с новыми взглядами на все присутствуют в нашей команде. И причем список состоит в большинстве случаев из, ну не в большинстве, большая пропорция – это люди где-то района 35-40 лет. То есть такое самое активное поколение? Самое активное поколение, когда уже у людей есть опыт, есть наработки. Ну, может быть, тогда действительно, раз у нас представители такого нового веяния в политике, вот как раз вопрос тогда и переадресуемый. Господа, и вот если вы придете к власти в Риге, что вам кажется первое, что нужно изменить, самая основная какая-то цель? Проблемы какие-то, да. Ну, что касается меня, я бы, конечно, начал с, так сказать, визуальных моментов нашего города. Это, естественно, такая неприятная и болезненная тема – это наши дороги, которые, в принципе, на 70% наверно не в плачевном состоянии. То есть какие-то где-то места есть, где более-менее нормальное покрытие асфальта, а в основном, конечно, это надо кардинально менять там все, да. Если мы посмотрим последний месяц, это провалившиеся машины на Гертвудес и так далее, то есть ничего хорошего нет, да. То есть в столице европейского государства, ну, такого просто быть не может, да. Вот, это первый момент. Второй момент – это, конечно, наши микрорайоны. То есть они, вот как в советское время, они были там построены, эти дома, и в принципе мало что там изменилось, да. То есть количество машин выросло в сотни раз, да, парковочных мест больше не становится. Дороги, как были в отвратительном состоянии, в таком они и есть. То есть в большинстве, скажем так, серийных проектов я, честно говоря, даже не наблюдаю какие-то заезды, там, пандусы для, элементарно для колясок. В каждом подъезде есть, ну, как минимум, там, постоянно у нас демография не стоит на месте. То есть дети рождаются, родители, естественно, покупают коляски. Попользоваться ими нереально, да. То есть, например, вторая серия, есть такие там где-то лифт со второго этажа. То есть до второго этажа это надо преодолеть подъезд. Это надо с подъезда на первый этаж подняться, а потом еще, еще, то есть полэтажа. То есть это кто-то должен нести. И я вот обратил внимание, в большинстве случаев просто нету заездов даже. То есть это молодая девушка с коляской и с ребенком вынуждена просто затаскивать или придумывать какие-то комбинации, или ждать, пока кто-то тоже будет заходить. Но этого не должно быть. А что можно сделать? А это элементарно. Это просто ставятся рельсы, то есть рельсы, которые крепятся к перекладинам, ну, то есть к перилам, да, они откидываются, спокойно заезжает коляска. То есть это проблема уже абсомнику, то есть управляющей компании. Это элементарно с технической точки зрения, но это не элементарно с экономической. Откуда деньги взять надо? Есть ли у Риги столько денег? У Риги, вы понимаете, как это зависит от управляющей компании. Управляющая компания, то есть достаточно люди платят эти коммунальные услуги, за коммунальные, за обслуживание. То есть там совершенно небольшие вложения. Если мы посмотрим сметы, которые ежегодно там выставляют тот же там Рига снова Парвалникс, да, мы увидим там статьи расходов, там несколько тысяч уходят на обслуживание лифта советского. Ну, мы же понимаем там, как все это работает, да. То есть, ну, сократите там на 10% за 300 евро образно говоря, поставьте вы этот пандус раз и навсегда, и ничего с ним не будет, понимаете. Зато людям будет удобно заезжать. То есть, ну, тут это буквально, это просто, так сказать, более, просто тщательно надо подойти у людей, просто у жителей, спросить поинтересоваться, что вам не хватает. Но этого не делается, нету связи, понимаете, как односторонняя связь. Вот что они решили, они то и делают. Вот такого быть не должно. А мы сейчас перейдем. Просто интересно, вы упомянули Рига снова Парвалникс. Очень много сейчас споров идет среди кандидатов в депутаты Риги. Кто-то говорит, что это очень необходимая организация, что она вот такой посредник среди всеми муниципальными учреждениями и рижанами. Кто-то говорит, что нет, это лишь дополнительный шажок, который как бы всем мешает. Вот вам, как кажется, Рига снова Парвалникс нужен? Нужна такая организация или все-таки избавляется? Рига снова Парвалникс, она как организация, на самом деле, это сама идея. Это все неплохо, это все хорошо, да. Но как она регулируется, как она управляется, это, конечно, там, надо переделывать ее просто-напросто. То есть, заново просто менять саму верхушку, потому что, скажем, несколько градаций начальников там есть. Там очень много административного ресурса, то есть, что можно сократить. Я хотел как раз-таки добавить, что одна из самых главных проблем – это проблема коммуникации жителей и Рига снова Парвалникс. Когда были маленькие новоуправления, жители могли прийти в маленькое новоуправление и быстро решить свой вопрос. Он напрямую попадал к человеку, который занимается его домом. Сейчас ситуация такая, что у Рига снова Парвалникса даже нет своего колл-центра. То есть, эта услуга отдана на аутсёртс, так называемый. Сидят где-то операторы под цессисом, которые принимают звонки от жителя. Потом они обрабатывают эту информацию, они ее передают куда-то в Рига снова Парвалникс, узнают эту информацию. И с Рига снова Парвалникса информация должна попасть обратно в этот колл-центр. И колл-центр обратно отзванивает жителям, если отзванивает. То есть, ну, там есть вопросы, которые нужно было бы решить. Но почему-то происходит так, что LAT Telecom очень сильно лоббирует свои интересы даже в таких моментах. То есть, надо создавать свой колл-центр, а RIGASNAMO Paralnex берет и закупает эту услугу на стороне. По опыту любого большого предприятия, чтобы оно выполняло качественную связь с клиентами, им нужен свой колл-центр. Тогда не будет проблем именно с коммуникацией, когда сразу уже сотрудники, которые работают, они сразу знают, на какой участок позвонить, кому, что, как узнать, ввести систему, которая с колл-центром напрямую работает с людьми, чтобы была постоянная информация. И таких примеров там очень много. Огромный раздутый штат сотрудников, но раздут он зачастую не из-за того, что выдумали и раздули, а потому что такое законодательство, это муниципальное предприятие, оно должно соответствовать всем нормам. Приходит госконтроль, проверяет каждую бумажку. Я уже говорил в одном из эфиром, что сотрудники занимаются не работой, которой надо заниматься на местах, сходить, должен быть, у каждого дома хозяйственник пришел, это подкрутил, то сделал, обследовал, постоянно с жителями коммуницировал, а они сидят и пишут отчеты. Труба такая, шурупов столько, это столько. Все эти отчеты в нескольких формах, потом это надо загнать в электронный вид, привести в электронный вид, в систему. Люди просто не успевают заниматься своими прямыми обязанностями, что они должны делать. То есть, развели такую бюрократию, и это же жирает огромные ресурсы. Вот еще одна была проблема, которая... Я прошу прощения, просто у нас, пока еще молчащий гость сидит. Хотел бы... Нет, я как раз хотел про Ригаснаму Парвалдникса, еще один момент. Вот эти деньги, которые действительно там пропали, несколько миллионов, вот эта проблема того, что многие другие управляющие компании тоже беспокоятся, то, что деньги, которые они собирают как бы с жителей на то, чтобы обслуживать их дома, никто не может объяснить, через какой банк проводить эти платежи, то есть, они должны находиться какое-то время, конечно, на балансе банка. И вот получается так, что никакой ответственности государство не несет за эти деньги. То есть, вот вы выбрали, к сожалению, банк сгорел, значит, деньги пропали, и страдают в этом случае действительно люди. Да, и на самом деле здесь в большинстве случаев это вина государства, потому что как обслуживающая компания, тот же Ригаснаму Парвалдникс, у него открыты счета в абсолютно всех банках, в абсолютно всех, чтобы клиенту было удобнее прийти в свой банк и заплатить без комиссии. Соответственно, будь то там Светбанк, будь то Люминорка, везде открыты счета. Но когда деньги жителей пропадают, кто у нас регулирует деятельность банков, кто своевременно не уследил, что в банке идет неправильная деятельность, и банк нужно закрывать? Государство. Потом Ригаснаму Парвалдникс предоставил банку абсолютно данные по каждому клиенту, сколько у каждого клиента лежало в этом банке денег. То есть можно эти деньги абсолютно четко отследить по каждому человеку. И если бы у нас государство что-то навстречу, они бы сказали, ну да, частное вложение до 100 тысяч банк всегда гарантирует вернуть, но только до 100 тысяч. Соответственно, а там суммы 2 тысячи могут быть, может быть 200 евро, у кого-то 300 евро, у кого-то может быть больше. Абсолютно государство может себе навстречу эти деньги возвращать, но никогда у нас никто не думает о людях. Вот еще проблема. Да, ну в общем, как вам кажется, какая основная проблема в Риге? Может быть она отличается от того, что сказали ваши коллеги? Ну, мои коллеги сказали много хороших, полезных вещей на самом деле. Я как действующий спортсмен и как начинающий, скажем так, предприниматель, хотел бы обратить внимание на то, что вот какие-то тендерные заказы, их выигрывают обычно крупные, ну не субподрядчики, крупные компании. И дальше они уже отдают вот эти вот заказы на работы маленьким компаниям. То есть хотелось бы обратить внимание на то, что вот в Рижской думе стоило бы, наверное, помогать и давать возможность маленьким, ну то есть малому и среднему бизнесу давать больше развития. Чтобы вот, например, вот у меня есть фирма и есть опыт работы, но я не могу получить напрямую работу, так как всю крупную работу забирает большая фирма какая-то, большая компания. Ну, чтобы деньги распределялись так, чтобы все могли зарабатывать, все могли двигаться и выживать, скажем так. Особенно в такое время, когда сейчас кризис, когда многие вообще просто загибаются и теряют работу. Тут тоже интересный такой момент, потому что у нас часто звонят слушатели и говорят такую фразу, что вот вступили в Евросоюз и позакрывали заводы, позакрывали большие предприятия, и, мол, у нас ничего нет. И такое чувство, что людям не хватает именно как раз больших предприятий в Латвии, что, мол, средний и малый бизнес, вот мы выходим и видим и то, и то, и то, а больших предприятий вроде как и нет. А когда к нам приходят гости в студии, они как раз говорят, что нет, слишком много больших предприятий, они мешают развиваться малому и среднему бизнесу. Это как-то со стороны просто хуже видно, вот это давление больших предприятий, или просто разная градация больших предприятий у слушателей? Можно я отвечу? Если они получают по каким-то причинам деньги, если у них нет денег на юристов, адвокатов и так далее, они даже не смогут это ничего отсудить, люди просто машут рукой и думают, а ну кинули и кинули нас. И в большинстве случаев, даже не в большинстве, но очень часто так происходит. А что делает большая компания генерала? Она своими силами, у них там своих сотрудников по большому счету даже и нет. Они просто набирают себе эти маленькие компании, потом ставят сверху свою наценку за менеджмент, так скажем, а все остальное также выполняют те же самые компании. Да, если можно, я вот хотел вернуться к теме дорог, поскольку это действительно одна из таких самых наболевших и уже ставших просто шутками, мемами у Рижан тем. Прошлая администрация всегда говорила о том, что нет денег просто на это, у нас деньги все направлены на другие. Если говорить о том, что мы собираемся заняться дорогами, откуда взять средства на ремонт дорог, если это действительно требует большого такого... Здесь все вопрос приоритетов. Опять, если мы посмотрим, то в районе 100 миллионов находится на эстраду в Мэжа-парке. На другие проекты тоже немалые деньги. Но вопрос не только строительства, но и обслуживания дорог. То есть, если дорогу обслуживать регулярно, столько вложений не нужно будет. Но, на мой взгляд, также надо поменять и качество дорог. Раньше были определенную специфику. Было бы на первом этапе дороже, но потом выгоднее, если бы мы щебенку заменили на гранит. Или увеличили параметры крепкости этой же щебенки. То есть, щебень тоже очень сильно отличается под Даугавпилсом. И в Литве есть определенный пласт доломита, который по крепости примерно как гранит. Но никто не меняет эти нормативы. Соответственно, когда мы видим вот эту сильную колею, это от тяжелого транспорта, перегруженного. Причем, опять-таки, никто по городу не следит на весах, как перегруженные грузовики. То есть, грузовики по осям могут ездить перегруженные, никто это не отслеживает. Щебенка, соответственно, она не очень крепкая, она потихоньку со временем просто проседает, ну да, ломается, скажем так. Вот вы часто говорите, что это вопрос приоритетов, и когда мы про пандусы говорили, и про дороги, и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что бюджет, он ограничен. Если вот вы, как партия альтернативы, выбираете себе в приоритеты там вот такие социальные вещи, надо же от чего-то отказываться, потому что там вы говорите 100 миллионов на 100 в Межопарке, они уже потрачены. Да, смотрите, элементарный пример. На реконструкцию Центрального базара, променады именно, которые находятся между Центральным базаром и Стокманом, были готовы выделить уже 30 миллионов с возможным подорожанием этого проекта до 50. Когда мы были в Ивриджской думе, мы остановили этот проект, потому что было непонятно вообще, что там, исследования не до конца были сделаны, почему настолько может подорожать этот проект, потому что начинался он с 7 миллионов, потом он вырос там до 14, потом уже там до 20 с чем-то, в итоге до 30. На эти деньги, если их перенаправить, можно сделать не один маленький пятачок возле Центрального базара, а привести огромное количество дворов во дворе в порядок. То есть, озеленение, переложить асфальт, перепроектировать – это огромные деньги. 30-50 миллионов, а они просто уходят на маленький пятачок, который надо полностью разрыть, поменять коммуникацию, укрепить берег. Но это же какая-то единоразовая вещь, у нас же не каждый год ремонтируется променад. Я пытаюсь понять, что когда будет ставить бюджет, условно говоря, мы убираем деньги из озеленения, приводим их в дороги, ну, например. То есть, должно же откуда-то взяться, чтобы что-то ненужное нужно продать. И плюс много на чем очень можно сэкономить. Например. Вот давайте посмотрим, когда у нас огромные компании выигрывают все эти закупки и так далее. Но там огромная экономия, если привести это в порядок, если следить за тем, как опубликуются эти конкурсы, как это все распределяется, будет огромная экономия. Тут никому не секрет, что Латвия стоит на первом месте в Евросоюзе по коррумпированности. Это официальное исследование, вы откройте газеты, почитайте, вот туда и утекают все эти деньги. То есть, на местах надо чиновников. За многие годы уже сложилась система, что с 90-х годов сидят на местах определенные чиновники. Одни и те же бизнесмены выигрывают конкурсы. Это как спрут. По документам ты не докопаешься, по большому счету, уже не до чего. То есть, у них так все красиво написано, сделали какие-то независимые эксперты, дали рекомендации, конкурс написали на такие определенные обороты, на такие суммы, на такую спецификацию. И если смотреть чисто юридически на эти документы, то там все абсолютно грамотно и прозрачно. Но если копнуть дальше и посмотреть, как мы к этому всему пришли, то это система, которая не меняется годами. И надо просто начинать как вычищать определенных чиновников с мест, так и после этого менять уже подход к этим тендерам. Оттуда и появится экономия. Оттуда и появится неплохая экономия. Плюс, зачастую, как делается, конкурсы и приоритеты распределяются не по нуждам рижан, а потому как удобнее бизнесменам, где они больше могут заработать. Понимаете? То есть, всегда выгодно бизнесмену взять один огромный объект с огромной суммой, чем по городу в 150 местах наводить порядок. Так же хорошо, вы в одно место 100 миллионов забахал, и голова не болит, там 100 миллионов где-то крутится. А когда тебе надо там 10 тысяч, там 15, там об этом доме подумать, о том доме подумать, это уже как бы сложнее. Зачем так все усложнять, когда все просто происходит? Вот как раз объект на 100 миллионов, новый концертный зал, который собираются возводить в центре города, просто в тихо, ну, место, которое называется Тихой Ригой, которое действительно, ну, станет не тихой, и рядом парк, который достаточно популярен у рижан. Вот насколько здесь, ну, что ваше отношение к этим планам, к этим задумкам, сносу еще, в принципе, функционирующего здания, просто потому что в нем какая-то такая идеологическая аура неправильная, и строительство концертного зала? Ну, мое личное мнение, вот касательно постройки этого концертного зала, ну, начнем с того, что для масштабов Риги нам этот концертный зал, ну, в принципе, не нужен, да, то есть, у нас достаточно мест, где мы можем проводить наши концерты. У нас есть Юрмала, у нас есть Арена Рига, у нас есть места, где мы можем проводить нормальные концерты, проводить какие-то хорошие большие мероприятия. Сейчас у нас еще будет межопарк, да, то есть, в центре города мы что делаем? Мы сейчас сносим нормальное, в принципе, абсолютно имеющее место быть здание, которое, ну, немного реконструировать, да, то есть, те же деньги, которые там 3 миллиона, они собираются потратить на снос, эти 3 миллиона, если вложить в него, то есть, это будет абсолютно нормально функционирующее здание, да, то есть, там и до сих пор и посольство находится там, и нормально оно функционирует. Дальше, мы, ну, допустим, мы его сносим, допустим, строим там концертный зал, но это мы говорим о каком-то большом концертном зале, но как вы представляете сюда, как туда приедут, ну, к примеру, 2000 машин, вот как вы их там разместите, как это будет выглядеть, во что превратятся двора тихого центра, то есть, еще и 100 с лишним миллионов потратить, ну, ладно, договорились, допустим, нам нужен концертный зал, ну, допустим, да, то есть, решили, что нет, у нас хорошего концертного зала, допустим, мы его строим, у нас нету земель, где его построить, у нас нету луцев, салы огромные, где там 15-20 тысяч машин станет, я не знаю, то есть, у нас есть, понимаете, где построить, зачем нам в центре сносить нормальное здание, то есть, мы же не находимся там в центре какого-то Нью-Йорка, где нету земель, У нас есть возможности, мы можем это делать, но наши существующие чиновники, они немножко по-другому это видят. То есть как-то нерационально, неграмотно. Ну вот, мое мнение таково. Ну и так же самое добавлю вопрос в том, что там живут все-таки жители, да, это центр города, и когда какие-то мероприятия, концерты, будет шумиха, люди будут приходить, уходить. Ну, возможно, кто-то будет там выпивать, шуметь, но это, я так думаю, что негативно повлияет на… Сам образ… Если мы посмотрим на практику других стран, мне кажется, в Германии все выставочные центры, концертные залы, их стараются наоборот, там крупные дискотеки, их выносят за черту города. Зачастую даже в небольших городах, даже большие супермаркеты находятся на границе города, а не в центре. Потому что, чтобы разгрузить центр города, в центре живет большое количество жителей, и чем меньше там автомобилей, чем меньше выхлопов и движения, тем лучше это сказывается потом и на здоровье людей. Я хотел бы еще такой задать вопрос, мне как раз вот от новых членов партии хотелось бы услышать ответ, потому что, мне кажется, такое будет немножко возглядеть со стороны. Если мы посмотрим на предвыборную риторику партии, которые собираются баллотироваться в Рижскую думу, а у нас их большое количество, действительно, это и объединение от ИСТВ пар прогрессивные, это и консерваторы, и единство, и согласие через служить Риги, и вот эта альтернатива. Так вот, если мы смотрим чисто по риторике, то она очень схожая. Думать о рижанах, дороге, озеленение, привести в порядок муниципальные предприятия, оно на первый взгляд звучит очень похоже. Когда вы решили пойти в политику, почему вы выбрали именно партию альтернатива? Что именно вот в этой партии вас привлекло и выделило из ряда других? Я объясню сейчас, вот что конкретно мне симпатизирует в партии альтернатива. Во-первых, это молодая свежая кровь, это энергичная молодежь. Я многих знаю по интернету, по наслышке. То есть все, по большому счету, энергичные ребята, которые могут что-то сделать. Дальше. Здесь, так сказать, все плюс-минус одного возраста. То есть мышление примерно одинаковое. То есть мы общей командой движемся к единственной цели. Если мы посмотрим на другие партии, то есть там, естественно, возрастная волатильность очень высокая. То есть все разного возраста это раз. Во-вторых, это сложившиеся какие-то партии, которые уже годами работали и, естественно, что-то у них там не получалось. То есть обещают, не выполняют. Или же это партии, которые ежегодно обещают одно и то же. То есть одно и то же из года в год. И, в принципе, никакого прогресса мы не видим. Но пока вот вы описываете, я стараюсь вам не делать, никого не рекламировать. Просто вот по вашему описанию КПВ, ЛВ и объединение от СТВ пар прогрессивной тоже вполне подходят. Это сравнительно новые молодые партии одного примерно возраста люди, молодые в основном люди, кроме пары опытных представителей. Ну, это те партии, которые, скажем, мы, например, считаем важным памятник освободителя. То есть привести его в порядок. Это для нас является... Это еще один приоритет, да? Да, это еще один приоритет, естественно. Мы на днях вот с однопартийцами ездили туда, посмотрели. Но там в плачевном состоянии все, понимаете? То есть там заросло все травой. Там видно со стороны, что там ну несколько лет никто совершил, даже траву не косили, понимаете? То есть в таком там состоянии. Другие партии этого делать не будут. То есть мы будем это делать, да? Я думаю, товарищи, только сделали первые шаги сейчас в политику, да? И, может быть, они не до конца могут сразу ответить на все вопросы. Развернуто. Ну, даже не развернуто, а в самый корень. Если вы посмотрите на партии, которую вы назвали, то посмотрите, кто стоит в руководстве этих партий. Там стоят те самые старые политики, которые много лет уже были у власти, и они из-за кулисья руководят этой молодежью. А это уже не назвать новые партии, это просто новый проект старых людей. Чем мы отличаемся? Тем, что мы абсолютно независимы ни от кого, ни от этих бизнесменов, ни от старых политиков. Мы готовы дать бой абсолютно всем. Это огромная разница. Может, там спонсорские деньги, старые люди, опять-таки, которые с 90-х годов везде находились у власти, так они и будут продолжать находиться. Но да, поставят продвинутые новые молодые лица, руководство партии. И кто? Все те же самые люди. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Наденьте, пожалуйста, наушники или приложите их к ушам. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Один из ваших гостей сказал, что одним из приоритетов будет привести памятник освободителям в порядок. И в связи с этим у меня один вопрос. Вот согласие тут недавно проголосовало за уравнивание советской и нацистской символики и формы. Вот хотелось бы узнать позицию, как у согласия. Это в голове, во-первых, складывается, что они 9 мая празднуют и форму уравняли. И, может, они теперь и 16 марта праздновать будут тоже. Спасибо за ваш вопрос. Это, конечно, не только относится к риге, сколько вообще к ватвийским вопросам. Но, действительно, вот принято какое-то время назад, это идея законопроекта, что нацистская символика и коммунистическая символика, они приравнены и одинаково запрещены. Как вы к этому относитесь? Знаете, я не ставлю знак равенства между памятником, допустим, того же освободителя и коммунизмом. Как идеологии. Как идеологии, абсолютно. Если мы говорим о том, что согласие проголосовало за этот закон, да, проголосовали. Если мы посмотрим на тот же памятник освободителей, у которого 9 мая всегда собирались, они, ну, согласие, собиралось, устраивало концерты, поздравляло ветеранов, то за все эти годы с памятником ничего не делалось. Находясь у власти в Рижской думе, на него не выделялись деньги ни на что. То есть, сейчас на памятнике, если забраться чуть повыше, то видно, что весь его верх полностью за рост травой, там уже начинают расти деревья, плитка полностью вся отваливается, все милирационное сооружение, которое находится вокруг памятника, я туда забрался, чтобы поискать плитку, просто там все дно заброса над теми булыжниками мостовыми, разломанные куски плитки. То есть, в целях пиара его использовали хорошо, но на самом деле, боясь того, что партию воспримут неправильные другие жители Латвии, то в течение другого времени года вопрос этот поднимать не нужно. Ну, то есть, вот так это все примерно такая политическая игра, которая, ну, просто политическая игра. Но вы не ответили на вопрос, слушатель, относительно вот того, что именно, да, мы не говорим сейчас про коммунизм и нацизм, а именно символик, запрет коммунизм. То есть, там нет закона об уравнивании символики, это закон о запрете нацистской символики, то есть, вастики и нацистской военной форме. Ну, вы знаете, я об этом даже, я больше думал все время о хозяйственных вопросах, и честно, вот на этот вопрос так далеко туда не углублялся, чтобы сейчас дать развернутый ответ, и у меня было точное мнение по этому вопросу. Ну, ничего до этого, ну, я там коллеги ответил. Касательно самого памятника, могу сказать, что если памятник есть, если он стоит, то он должен выглядеть хорошо, да, то есть, либо его быть не должно, либо он должен быть и в нормальном состоянии. То есть, сейчас он и есть, и в плачевном состоянии. То есть, в любом случае, как бы ни было, надо его просто приводить в порядок. А как, ну, я не знаю, честно говоря, насколько вы готовы сейчас ответить на этот вопрос, но раз уж мы затронули, по вашим примерам, прикидкам, сколько денег уйдет на выгораживание памяти по территории? Сейчас ждем ответа от Рижской думы, и у Рижской думы есть абсолютно все расчеты. То есть, у них уже есть сметы составленные, во-первых, им известно полностью техническое состояние, там же есть технические помещения, катакомбы, плюс, смотря что приводить еще в порядок, если всю территорию приводить в порядок и менять всю плитку, которая вокруг, именно по которой мы ходим, это уже будут бы словно и деньги, если делать капитальный ремонт надо памятника, полностью менять там перекрытие, это тоже очень много. Если просто переклеить плитку по хорошей технологии, это не будет большими затратами. Но ждем уже от Рижской думы ответа. Я созванивался с первенникой агентурой, они сказали, что у них есть абсолютно все подсчеты, все цифры, все уже готово. То есть, я надеюсь, что примерно по срокам, это следующая неделя, уже Рижская дума должна будет ответить. Еще один звонок у нас есть, давайте примем, где он звонит наш слушатель. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я хотел сказать по поводу символики, фашистской или советской, вообще ее никакую нельзя не запрещать, не отменять. Это история, и от нее уходить не надо. Обратите, пожалуйста, у вас есть вопрос к нашим гостям, если у вас вопрос к нашим гостям. Да, а по поводу гостей хотелось бы заметить, что неправильно говорят по поводу смерти и больших компаний. Я сам лично с этим столкнулся, о том, что мы участвовали в конкурсе Рижской думы по восстановлению муниципальных квартир. И мы это сделали за копейки, потому что у нас маленькая компания была. Я случайно просто увидел смету, которая была в три раза выше, и цены были нереально большие. Но это я на комментарии скорее к вашему. Вопрос ли, есть ли у вас конкретный вопрос? Еще раз не заслышал. Вопрос у вас есть? Я думаю, что вопроса нет. Скорее всего, это просто действительно был комментарий, что времени у нас не так много по поводу завышенности. Значит, такой похожий вопрос. Я просто почему спрашиваю по поводу вот этой сметы, потому что вы вот говорите, что, ну, чтобы не слишком много денег тратить, хватит там красиво плитки обклеить. Но тогда получается, что сам памятник останется... Нет, нет, все зависит от того, какое техническое заключение будет. На данный момент неизвестно, вот что. Когда мы получаем техническое заключение на руки и понимаем, что в памятник не появится, только тогда мы сможем говорить о этой сумме денег, которую необходимо собрать и отремонтировать. То есть, и в том случае, если техническое состояние несущих конструкций в порядке, то все ограничивается косметическим ремонтом. Если состояние несущих конструкций в плачевном состоянии, то там уже нужны капитальные работы, плюс на этот памятник скидывался, можно сказать, в советское время весь Советский Союз. То есть, жители даже собирали деньги, жертвовали на это. Это какую-то часть изготавливали в Литве, там плитку везли с Украины. Это был международный проект, и я думаю, если что, его можно будет и повторить, и сделать тоже международным. Так как памятник, который делало общество, поразил это, членом правления, которое является, это тоже был международный проект. И все происходило не только за деньги местных жителей, жертвовали со всего мира, даже с Америки переходили пожертвования. И немножко маленький вопрос, или не вопрос, а отсылочка вот как раз к человеку, который говорил, что он в основном муниципально жилет. Когда были в Рижской думе, бывали такие случаи, что приходят представители департамента, говорят, мы хотим отреновировать дом. Цена за квадратный метр, реновации 1200, по-моему, евро получается. Вы понимаете, то есть, как чиновники могут распределить деньги. То есть, старый дом с наброшенной стоит, они говорят, надо 1200 евро за квадратный метр, чтобы мы его привели в порядок. Частные строители, если при хорошем менеджменте, при хорошем, могут добиться цены 600-800 евро за квадрат. Это если там не просто фирма взяла, наняла другую строительную фирму и выполнили. А когда, опять-таки, они берут на себя роль генерального подрядчика, сами находят фирмы, одна сделает это, другая то. То есть, ну, в два раза цена выше. Плюс приоритет, что лучше построить в новом месте красивое новое жилье. С нормальной инфраструктурой, либо просто возобновить какое-то непонятное здание. Да, у меня вопрос, может быть, связанный уже с далеким будущим. Рижская дума, понятно, что будет коалиционным. Как ваша политика, ваша стратегия, с кем вы видите, ну, каких-то ближайших союзников, можно сказать, ну, вот по коалиции, если какие-то у вас, не знаю, красные линии, которые вы не можете перейти, с кем можно сотрудничать, с кем нет? У нас нет красных линий, у нас есть программа партии, у нас есть обещания избирателям, и, в принципе, от этого мы будем отталкиваться тогда. Если получается так, что без нас не создать коалицию, у нас есть просто условия. Давайте мы приводим микрорайоны в порядок, занимаемся строительством парковок в микрорайонах, строительство нового аренного жилья, повышение пособия по рождению первого ребенка, наведение порядок в Риге с Атексмы, то есть с эталоном. Вот по таким критериям будем выстраивать. То есть нет того, что вот цепи партии мы не будем дружить, потому что мы не будем дружить. Рига – это хозяйственный орган, здесь не место политики, то есть нам надо думать о дорогах, о водопроводе, чтобы машины не проваливались под землю, чтобы людям в микрорайонах было комфортно и безопасно добираться до своего дома. Вот эти вопросы. И тут уже можно сотрудничать абсолютно со всеми, нет никаких красных линий, главное, чтобы выполнялись эти требования. На таких условиях мы формировали коалицию в Рижской думе также и добились, мы говорим, нам необходимо повысить пособия по рождению первого ребенка. Мы нашли, не первого, при рождении ребенка, нашли деньги в бюджете, эти деньги в бюджет были внесены, думу распустили, пришли администраторы, и эти деньги удачно вычеркнули из бюджета. Хотя мы уже на самом деле верили, что вот ну все, мы уже добились, все должно быть, даже когда думу уже распускают, были спокойны, понимали, что должно состояться. Нет? Ну вот вы, когда сейчас назвали вещи, о которых вы точно будете договариваться с партнерами потенциальными по коалиции, может быть я неправильно услышал, но я не услышал ни дорог, ни памятника. Я все не успел перечислить, просто сейчас если перечислять всю программу, то у нас уже займет много времени. Вы же понимаете, что всю программу вы не сможете договориться с партнерами? Всю программу нет, да, но соответственно... Ну вот первое, что у нас самое важное. Да, дороги, это мы говорили всю передачу об этом, то есть это само собой подразумевает, что об этом будет идти речь, памятнику обязательно, обязательно, конечно, на него надо выделять средства и ремонтировать. Ну а чего-то же придется отказываться? Не может быть такое, что у вас будет коалиция, где все совсем согласны. Давайте посмотрим на многие, надо давить на что, на предвыборные обещания также других партий Вен, ибо та же выступает уже за строительство муниципального жилья, уже есть точки соприкосновения. И партия развития за. Она вообще выступает крайне нейтральной ко всем вопросам, и у них нет никакой риторики против каких-либо памятников, памятников, освободителей и так далее. С ними тоже проще договориться по этому вопросу. С кем тяжело договориться по ремонту дорог? Нет, будут, конечно, может быть, какие-то вопросы по Рига Сатексмы, по эталонам, вот по этим моментам, потому что это было введено еще теми партиями, которые сейчас сидят в правительстве и которые хотят вернуться в Рижскую Думу. То есть это еще до 2009 года эта система. Может, там будут какие-то подводные камни. Но в самых глобальных моментах я не вижу таких, например, муниципальные парковки сделать в микрорайонах. Ведь понятно, откуда взять эти деньги. 10 миллионов собирают с парковок в центре города. Вот, пожалуйста, и бюджет. Мы возвращаемся к началу нашей передачи, когда спрашивали, откуда собрать средства. Давайте их распорядим. Сейчас эти 10 миллионов остаются в Рига Сатексмы и просто выравнивают им баланс, уменьшают убытки. Но все равно риск, я думаю, по 200 миллионов должна датировать. Но эти 10 миллионов заплатили жители микрорайонов. Давайте им вернем. Внесем это все в инфраструктуру и в течение, не знаю, 5 лет эту проблему можно будет решить. Да, раз уж мы заговорили про рейды Гассатексмы, такой вопрос, не вопрос, не знаю. Многие говорят о том, сравнивая вильнюсский общественный транспорт, рижский общественный транспорт и таллинский общественный транспорт, сравнивают расходы, сравнивают количество при этом людей и рейсов, естественно, не в пользу рижского управления и так далее. И упоминают, например, о том, что в Таллине местным жителям бесплатный проезд абсолютно всем, без всяких разделений по лицам и спрашивают, можно ли так сделать в Риге. Как вам кажется, насколько это возможно или все-таки это слишком длинные планы и у нас не хватает пока таких вопросов? Быстро это точно будет не сделать, потому что все-таки мы правовое государство и за все эти годы там куча договоров заключено, которые в одностороннем порядке тяжело разорвать, но к этому можно стремиться и нужно стремиться, ибо жители платят же, получается, за общественный транспорт, никогда не в него заходят и платят билет, а еще 200 миллионов, которые заходят потом в дотации, это тоже их деньги с налогов. То есть сумма проезда является вообще космической, и если там навести опять-таки порядок, избавиться от такой системы, как эталон, сделать более прозрачную систему закупок, которую, если мы опять откроем, то мы посмотрим, что все одни и те же компании там циркулируют по кругу, начиная с 90-х годов. Также могут иногда поменяться названия, но выгоды приобретателей у этих компаний будут одни и те же. Если сэкономить средства, то вполне возможно сделать его и для жителей Риги бесплатным. Да, ну, кстати, я понимаю, что вот ваша политика тогда, чем неплох эталон, чем, ну, плохо, там, не знаю, бесплатный транспорт для пенсионеров, то есть останется ли это? Смотрите, эталон – это система, стоимость которой завышена в разы. Ну, просто в разы. Даже когда шел вопрос об установке считывателей, Рига Сатексмер берет их в аренду и платит в три дорого, хотя в три раза дешевле его можно купить и поставить на собственный баланс. Технологии с того времени шагнули вперед. Может быть, когда появился эталон, только в начале, это было что-то крутое. Сейчас можно платить за проезд просто телефоном. Когда ты зашел в трамвай-троллейбул, стоит уже недорогой абсолютно там пост-терминал, который не стоит таких денег. Поднес телефон, заплатил, поднес карточку, заплатил за проезд. То есть, ну, с этим нет никаких проблем. Проблема в том, что система уже устарела, и она не стоит и близко таких денег, сколько приходится за нее платить Рижану. Там в районе 20 миллионов просто чистой прибыли, можно сказать, в год забирает потом себе эталон за то, что он есть. Это то, что мы видим, и там по балансу. Если так посмотреть, там еще можно найти много сюрпризов. Ну, наверное, наше время эфира подходит к концу потихоньку. Скажем, что у нас сегодня в гостях в программе «Утро на балконе» были представители партии «Альтернатива», кандидат в мэр от этой партии Валерий Петров, лидер общества азербайджанцев Амель Салимов, бизнесмен-спортсмен Андрей Покумейко. Спасибо, что были с нами.